всем доброе утро дорогие друзья у нас появились картина у нас на завтрак блины но неудачные в этот раз вот сейчас расскажу почему потому что я делала не просто на молоке а я добавила еще кашку дашину агушу она идет там с рисом гречкой и у меня получается большой сковородке прилипали блины поэтому я сегодня жарила блинчики на двух сковородках даша обожает блинчики не захотела вчера кашку есть вот эту попробовала ей дать но ей не понравилось поэтому мы нажарили блинчиков но у меня еще молочко оставалось прокисло вот тоже агуша кстати спонсор наших блинов агуша сейчас будем пить чай есть блинчики они получились классные все хорошо вот ажурные но на большой сковороде тут 28 диаметра не прилипали поэтому пришлось жарить на двух сковородках намного дольше но это одна как эти две будем кушать блинчики со сметаной и у меня чуть-чуть варенье осталось о да я только хотела сказать но в окне я не успела спеть как ты ой спять снять как ты поешь познакомьтесь это зайка наш малыш и попрыгайка очень мал зайчонок наш нет милей его и краше вместе с этим малышом эту книжку вам прочтем песенки поддержки шутки все уже наелись а максимка еще завтрак вот так вот начинается наше семейное утро классно когда все дома и я люблю тогда что-нибудь готовить на всех вот сегодня пожарила блинчики правда обычно у меня получаются все идеальные от сковородки просто отлетают но вот эту кашку она жидкая на как молочко просто там знаете как муку добавляют гречневую и рисовую решила попробовать понравится ли даши ну даши не понравилось ну я долго не думала сразу определила это в блины ну она просто надо было немножко по-другому жарить делать чуть-чуть потолще чтобы к сковородке стали прилипать ну и как вы заметили я блинную сковородку себе так и не купила нужно будет купить потому что на ней проще жарить и действительно вот на двух сковородках намного дольше жарить блины вот лёшенька лёша сейчас гуляет с дашенькой а я сейчас немножко поработаю спальне телефон садится и вот сейчас легла на кровать взяла ноутбук буду работать и думаю нужен ли мне стол ну конечно лучше работать за стационарным компьютером но я иногда когда есть возможность работаю и лежу на кровати с ноутбуком не ну за столом все-таки конечно более удобно и там места хранения это необходимо мы кстати я про стол не рассказала мы ездили я нашла здесь местная фабрика он мне очень понравился очень много мест хранения и в принципе недорого но его в наличии не было в общем сказали после 10 будет и жалюзи нам многие в комментариях написали что можно разрезать я кстати удивлена была но мы посмотрели с лёшей даже на упаковке нарисовано что можно разрезать и да мне в комментариях писали таня зачем вам эти жалюзи возьмите рулонные шторы день-ночь я очень хотела именно эти шторы день-ночь у макса такие были в горловке в спальне но лёша все время как мы делаем ремонт он все время плюется на эти рулонные шторы я их люблю лёша не не нравится у нас с ним ну в общем у нас постоянно мнение расходятся и он постоянно говорит давай хоть в одной комнате сделаем эти вертикальные жалюзи а мне вертикальные жалюзи ну вообще ну знаете как офисом попахивает горизонтальные жалюзи не вертикальные я ошиблась но я посмотрела что можно в принципе когда открывается окно нужно на каждую створку вот эти жалюзи цеплять и в нашем случае получается нужно чтобы свет проникал чтобы цена цветы попадал в общем лёша радость у нас будут на кухне жалюзи потому что он очень давно хотел а я все время говорила нет нет только не жалюзи ну и соответственно поверх этих жалюзи мы потом купим нормальные шторы ну тюль и шторы там конечно для штор мало места но на кухне мне лично мне хотелось бы чтобы были шторы потому что шторы они все равно придают какой-то уют вот я что-то опять немножко заболела это горло побаливает вот поэтому когда мне пишут они что за ужасные шторы у тебя на на кухне ну блин ребят у меня и в зале все ужасно у меня в прихожке прям ужасно скоро скоро все будет хорошо когда придираются к моим шторам мне хочется спросить что вас устраивает что у меня нет плинтусов что ли ладно буду работать ну и пока мы завтракали играли с дашенькой нам уже привезли продукты заказывая через сбермаркет это очень удобно вот я заказала тут у меня мясо тут у меня хлебушек выпечка тут бытовая химия здесь всякие сладости и это у нас о это мороженое отдельно положили оказалось это очень удобно я заказываю продукты вот уже наверно месяц и каждый раз когда мне доставляют продукты каждый раз я испытываю какой-то восторг потому что во первых ребят так экономно я еще никогда не делала покупки экономно в плане финансов экономно в плане времени в плане энергии когда мы приходим в магазин затариваться ну например приезжаем в ашан заходишь туда днем выходишь из него уже на улице темно и естественно зато лишь эти продукты уже нет силы энергии готовить что-то из этих продуктов откладываешь это на следующий день можно заказывать продукты тебе привезут через час через два но я люблю дашеньку уложила спать и составляю меню на следующий день или можно даже на неделю сразу же составляю список продуктов и делаю заказ на следующий день утром я просыпаюсь завтракаю играю с дашенькой занимаюсь своими делами и где-то к десяти к одиннадцати мне уже привозят продукты я могу начинать готовить обед и ужин ребят это так кайфово а в плане экономии есть промо коды с помощью которых можно хорошо сэкономить на покупках я использовала промо код при первой покупке от полторы тысячи рублей скидка 30 процентов этот промо кодки оставлю вам в описании под видео еще помимо скидок в самом магазине в приложении сбермаркета есть пункт дешевле чем в магазине реально можно сэкономить достаточно большую сумму я так выгодно еще никогда не покупала продукты это при том что даже не тратишь деньги на дорогу и это кстати будет актуально для тех у кого нет автомобиля и чтобы не тянуть эти сумки на себе потому что сейчас я заказала небольшой заказ а бывает я прям затариваюсь по полной там до 15 килограмм я рекомендую обязательно попробуйте доставку продуктов из сбермаркета это очень удобно и очень экономно ссылочку и промо код я оставлю в описании под видео а и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все замариновалось Ставлю в духовку Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Смотрите, да? Да. Да, реально. Нет, в месяц или направлено никуда не походишь. Кажетную несчастную площадку. Где л결�oples? Добавил субтитры DimaTorzok 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 Возьми в ручку вот так и длий. Ешь его! Вот так смотри, Даша. Дуй. Ну одну штучку она сдула. Танюш, шапочку ей поправь. Вот так вот сделай. Так развлекается. У-у-у-у-у-а. Душла меня бабушка. Дашь? Уточка. Точно, уточка. Кря-кря-кря. Кря-кря-кря. Прилетела к нам на ужин. Погладь уточку. Вкусная, наверное. Она же тоже ущипнуть может. Да? Ну да. У нее так интересно, она крякает, да? Тихо. Угу, она тихо, наверное. Еще. Не подозрла. Не подозрла. На, покушай. Тихо. Тихо. Кастан. Ветра нет, классно, похода и стучек поедет. Даша, Дашуня, Даша, смотри, какой фонтан. Красиво? Понятно. Это колесо, колесо, фонтан, колесо, колесо, ауа, она сказала ауа. Решили погулять по парку, а обратно пойти не как всегда идем. Как та улица? Захарова. Не по Захарова идти, а немножечко зайти в дебри Краснодара. Причем такого, знаете, старого. Лесные дебри, да. Старый фонд. В общем, вообще, знаете, здесь очень интересно. Вот такие вот дома, вот такие вот деревья заросли. И вот сейчас машины стали ездить, а вообще послушайте, как здесь поют птицы. Это этот, как его, Боярышник. Да, Боярышник, прошлогодний. Прошлогодний. Прошлогодний, Леш, не вздумай есть. Это Боярышник, это шиповник. А, да это Боярышник. А, ну дай мне в руку, я сниму, мне напишут. Это Боярышник. Это вообще Алыча, поспела. Вон она. В общем, ребят, смотрите, тут деревья выше домов. И так птицы поют. Вообще. Улица Песочная, что ли? Решила снять вам. А то я обычно снимаю вам Краснодар. Но здесь мы никогда с Лешей не гуляли. Здесь уже вот новый, ну более новый дом. Он-то уже старый. Не, я один раз проезжал на машине. Ну, на машине ты не ощутишь всей прелести. Сейчас еще улицу сниму. И птицы поют. Но здесь живут именно самые коренные краснодарцы. Здесь прям такой старый фонд. Ну, птицы, конечно, здесь поют шикарно. А зачем ты, зачем ты ее развернул? Да, она там. Смотрите, деревья реально выше домов. Я уже отвыкла от такого. Улица Южная? А, точно, вот. Улица Южная. Я уже отвыкла от такого. У нас в Яблановском вообще деревья высокие, это только орехи. Потому что грунтовые воды близко. Ну, прикольно. Прям вон деревья какие. И это липы. Они скоро зацветут. Тут будут запахи стоять, ароматы. Интересно вот так вот пойти не по стандартному маршруту и познакомиться с Краснодаром ближе. Каштаны цветут. От каштанов такой аромат. Сегодня нет ветра. Запахи стоят классные. Ну, птицы, конечно. Я даже не понимаю, где мы... А, все, я поняла, где мы находимся. Я даже немного заблудилась. Я даже не знала, что здесь есть вот такие дома. Я тоже. Я же говорю, я немного заблудилась. Дезориентировалась. О, пятерочка. Курточку на Дашеньку одели. Ой, какой закат красивый. Мост будет красивый, новый. Кстати, его уже скоро откроют. Ну, пойдем. У нас тут веселуха. Веселое веселье. На меня смотрит. Мика уже набегалась. Уже устала, Микушка. Даша Мике мячик бросает. Ай, сейчас надо найти мячик и снять. И Дашенька уже устала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»